Ещё в одном сельскохозяйственном предприятии автономии завершается уборка зерновых. Сейчас в Чадролунском Кумнок Агра убирают с полей яровой чмень. Обильные осадки в июне повлияли на уровень клейковины, но жаловаться не стоит. Многое зависит от самого поля, сорта пшеницы, уровня подкормки и метода обработки. В частности, применяется частично безотвальная обработка земли, которая способствует сохранению влаги. Поэтому о количестве урожая говорить пока преждевременно. Другой фактор – это договорённости между покупателями и продавцом зерна. Когда один старается максимально снизить цену, указать на низкий уровень клейковины, другой приводит свои аргументы, основанные на опыте и знаниях в этой отрасли, говорит директор Георгий Пашалы. На цену влияет много факторов. Те хозяйства, которые в состоянии собрать урожай, закрыть его в склад, зерно тоже должно дозреть. И эта клейковина зависит от того, как дозреет зерно. Я знаю многих руководителей, которые вынуждены продавать зерно прямо с комбайна. Без очистки, без учёта сорности, без учёта влажности, без учёта клейковины и так далее. И они всегда будут иметь самый низкий уровень цены. Трейдеры эти, покупатели наши, придя ко мне, говорят, я вчера купил по 2 ле пшеницу, что ты мне предлагаешь по 2,50 её тебе взять? Я говорю, ну слушай, иди тогда по 2 ле покупай, у меня не проси. Я буду продавать тогда, когда я посчитаю нужным. Кумнукагра – одно из стабильных развивающихся хозяйств Гагаузии. Практически ежегодно закупается современная техника. Это позволяет внедрять новые технологии посева и обработки земель. Мы убираем до 2000 год площадей. Мы справляемся со своими комбайном. Мы не привлекаем уже около пяти лет посторонних комбайнов. У нас два новых комбайна российского происхождения. Это векторы, которые сегодня оснащены практически компьютерами, жойстиками управления и другими указателями. Несмотря на некоторые климатические условия, повлиявшие на сроки уборки зерновых, специалисты утверждают, что урожай в автономии собран неплохой. Однако, конечно, есть и потери. Повлияли эти ливневые дожди, которые отрицательно сказались на конечном итоге сбора урожая. Примерные потери доходят от 15 до 30% урожая. Все договора в Кумнокагра заключены в соответствии с законом об аренде в сельском хозяйстве. Согласно документу, в этом году обладатели равноценной доли земли получат не менее 500 кг пшеницы и 100-150 кг ячменя. Эти показатели будут выдержаны без каких-либо проблем, подтвердил Георгий Пашалы.